Приветствую вас. Я, наверное, вижу больше противоречия в вашем вопросе, чем, собственно, сам вопрос, да. То есть, мне кажется, что можно было бы, условно говоря, да, можно было бы разобраться с тем, допустим, что у вас противоречит тому, да, что вы, допустим, ну, тому, что вы, к примеру, говорите. То есть, можно разобраться с этим сперва, а уже потом, после этого уже можно говорить о подсвете на вопрос. Значит, смотрите. Начнем мы, пожалуй, с того, что вам необходимо для себя определить. Вы либо будете все-таки ребенка оставлять, да, ну, потому что вы так решили, и, в общем-то, это ваше действительное право, вот. То есть, ну, если вы решили оставлять ребенка, то, соответственно, вы можете его оставить, можете, можете, в принципе, и, наверное, даже должны, если вы решили это сделать, вот. Вот. А, но момент, который, мне кажется, нужно выделить, вот, в первую очередь, да, это заключается в том, чего же вы хотите. Условно говоря. То есть, вы хотите, чтобы, вы хотите, вы хотите, вы готовы одна ребенка растить, или вы хотите и готовы все-таки, значит, ну, там, условно говоря, помощи, да, и, ну, в действительности, вы не готовы, как бы, то есть, вот, на мой взгляд, да, с этим нужно разобраться. С одной стороны, вы вроде бы такая, значит, уверенная в себе, да, с одной стороны, а с другой стороны, вы говорите, ну, такая, как же, вот, я нуждаюсь в машине, там, и так далее. То есть, это, по меньшей мере, противоречие. Если, если готовы, вот, если готовы, если реально готовы это сделать, то делайте, если реально готовы. Если готовы оставить ребенка, то прекрасно, но рассчитывать вам нужно в этом смысле только на себя. Ибо мужчина, вне зависимости от того, вернется он или нет, да, вот, ну, он, как бы, свой выбор сделал в этом смысле, в этом смысле. То есть, он, ну, показал и продемонстрировал то, что он ребенку не хочет, вот, что ему ребенок не нужен, и это, в принципе, его решение, его выбор. Вот, я не думаю, что, что, кто-то, кто-то, в том числе и мы, можем его за это осуждать. Вот. Хотя, ну, безусловно, да, с моральной точки зрения он, там, не обязательно прав. Вот. То есть, значит, пожалуйста, вот, для себя, для себя, пожалуйста, вот эту позицию, да, вам нужно разрешить, для себя, эту позицию. Вот. Вот. Это первое. Второе. Значит, вы пишите. В моей ситуации молодой человек разошлился, сказал, что ему это все не надо, и чтобы села на аборт, соответственно, человек, что? человек не готов брать на себя ответственно, да, за то, что происходит. Вот. Это факт. может быть, он злится от того, например, что понимает, что заставляет вас делать, что человек отдает себе, как бы, отсчет в этом, ну, в том, что он выставляет вас делать, он отдает себе в этом отсчет. А может быть, он разошлился только по той простой, допустим, причине, что он вот не хотел, что он вот не ожидал, вот, ребенка. А, как бы, он, ребенок появился. Вот. То есть, нельзя, нельзя предсказать и предугадать, почему человек разошлся. Вот. Самое главное, что вам нужно сделать, это задать себе вопрос. Я готова ли, вот лично я, готова ли принять человека обратно, если он вернется, да? Вот. Готовы ли я принять человека обратно, если он вернется? Готовы ли я принять его? Потому что он меня уже, условно говоря, бросил. Это не делает его плохим, это не делает его плохим, человек, я имею в виду. Но это показывает его, это показывает его отношения, это показывает его поведение, это показывает… показывает, то, какой он человек сам до себе, понимаете? Вот. И вопрос заключается именно в этом, именно в этом заключается вопрос. То есть, если вы его, допустим, примите, если вы его примите таким, если вы его примите таким, то где гарантия, что он вас не кинет еще раз, вот, ну где-то, да, где-то, в чем-то, вот, и так далее, понимаете? Вот где гарантия, что он вас не кинет? Совершенно очевидно, что такой гарантии нет и быть, в принципе, не может. И совершенно очевидно, что полагаться, полагаться вам придется на себя только во всей этой ситуации, вот. Дальше. Так, решение для себя приняла, а ребенка хочу оставить для себя, а не для того, чтобы его удержать. Если вот так сейчас можно с ним навсегда попрощаться, или сейчас подумает и придет, будет возможность нормально поговорить. Возможно, будет возможность нормально поговорить. Но что вы скажете человеку? Что вообще человеку, условно говоря, можно сказать, что можно сказать человеку, который, ну, отправил вас на аборт? То есть, опять же, поймите правильно, поймите правильно, я не считаю, что он сделал что-то плохое обязательно. Нет. Но просто, если человек поменяет свое решение, если человек изменит свое решение, то не означает ли, не будет ли это означать, не будет ли это означать, что он такой вот непостоянный, и не будет ли это означать, что раз он непостоянный, то и доверять ему особенно нельзя. Раз он непостоянен человек. Понимаете? Какая штука. Вот это важно. Дальше. Вы пишите, значит, будет возможность нормально поговорить. Так, все же, как бы ни было, растить малыша в одиночку будет тяжело. Так вот, это, Алёна, вам и нужно для себя разрешить. Это и есть, безусловно. Это и есть проблема. Понимаете? Это и есть проблема ваша. То есть, проблема, она объективно в этом и заключается, что тяжело будет расти ребенку тяжело. И это понятно, что будет расти ребенку очень тяжело. Это понятно. Так вот, в том-то и дело, в том-то и дело, что вам для себя нужно это противоречие разрешить. Если тяжело, то не нужно. Да? Если тяжело, то не стоит. Вот для чего вы хотите, допустим, себе ребенка оставить? Зачем? Почему? Из каких соображений? Для чего он вам нужен? Вот. То есть, если вы говорите, что уже тяжело будет, опять же, заметьте, я вас не обвиняю, у меня нет цели вас обвинить. Как бы, у меня есть цель донести вам, донести, на что нужно обратить внимание. Обнимание обратить нужно на это. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, возможно, вы, ну, не так сильно хотите ребенка именно для него самого. Возможно, вы хотите ребенка для чего-то, ну, для чего-то для себя, возможно, вы хотите. Вот. Возможно, вы хотите ребенка для чего-то, для себя. Но это уже немножко, немножко другая история, совсем, вот, и, как бы, по моему мнению, да, как бы, это нужно отдельно проговаривать, по моему мнению, это нужно проговаривать отдельно. На мой, на мой, на мой взгляд. Вот и всё. То есть я понимаю, что вы надеетесь, я понимаю, что вы надеетесь, что человек придёт, я понимаю, что вы надеетесь, что человек вернётся, я прекрасно понимаю это. Вот. Но это ничего не значит, не означает, что его возвращение, значит, по факту будет, значит, что он закатал ребёнка. Вот. Недоверие у вас всё равно будет. Вот. Знаете, и как минимум потребуется серьёзная переоценка ваших отношений, если он вернётся. Вот. Потому что, ну, как бы, доверять такому человеку сложно. Сложно, и я полагаю так, что, ну, может быть, не справится, но, может быть, не справится, конечно, 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 вот, но, очевидно, что это будет такая вот, ну, я бы сказал, негативная история, достаточно. Вот. 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 Вот так. Вот так. Вот так. То, что мужчина испугался ответственности, либо то, что он, в целом не хочет ребёнка, вот, ну, это, на самом деле, не так, не так вообще. Вообще, вообще, важно и не так вообще значимо, вот, объективно. Потому что, что тут важно, что вы хотите, вот, тут важно именно то, что вы для себя называете, тут важно то, чем вы руководствуете, а не кто-то другой. Вот. Вот, надеюсь, что в этом вам мой ответ будет полезен, и вы решите с его помощью свои противоречия, которые у вас сейчас есть. Вот. Вот так. Вот так. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Больше, к сожалению, больше, к сожалению, мне добавить здесь нечего, вот, пока что, пока что больше добавить нечего, потому что информации слишком мало. Вот, я думаю, что было бы неплохо разобраться с тем, на каких вообще основаниях вы строите, как бы, ну, отношения. Соответственно, свои, с машинами, вследствие чего возникают такие вот у вас несостыковки, вот, потому что это тоже важный момент, ну, тоже очень важный момент. Вот. Вот. Ну, и, соответственно, сейчас с этим нужно будет работать. Вот. Вот так. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите. В личку. Буду рад помочь. Значит. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Но не забывайте, что ребёнок это серьёзная, это важная ответственность и всё-таки очень важно, чтобы вы его оставляли, будучи уверенным, что сами справитесь. Ну, сами это имеется в виду, что с помощью, там, своих знакомых, да, друзей, вот этого всего. Спасибо. Спасибо.